В конце списка, а надо сказать, что в прогунов тройным собралось 46 человек, в двух секторах по 23 человека. Ну а у нас начинается... Бег на 400 метров у женщин. Полуфинал. Да, полуфиналы. Ну что ж, очень... Три забега. Да, очень интересные. И в каждом из трёх забегов участвуют российские спортсменки. Хорошо, они бежали в первом круге, да и вообще в этом сезоне. Поэтому, конечно, мы будем болеть за них и пожелать, чтобы они вышли в финал. Формула выхода такова. 2 плюс 2, то есть только две первые попадают в финал и две ещё по времени. В первом забеге бежит Анастасия Копочинская, серебряный призёр чемпионата России нынешнего года, где она разменяла впервые 50 секунд. 49.97. Ну а вообще, Настя уже давно из Доро выступает. Ещё в 2003 году она стала чемпионкой мира беги на 200 метров. В прошлом году участница эстафета 4 по 400 метров, которая стала серебряной на Олимпийских играх. И вот главная, наверное, соперница Новлин Уильямс Милс, бронзовый призёр чемпионата мира 2007 на этой дистанции. Вы видите её личные рекорды и результат нынешнего года. Вот по четвёртой дорожке команде Маншо, тоже финалистка Олимпийских игр, её сбрасывать со счёта нельзя. И вот Анастасия Копочинская. Она по шестой дорожке здесь стартует. Напомню, только двое выходят в финал. Юниорка из Нигерии Амака Амойгбунам. Ещё юная спортсменка. Я думаю, что если Наталья удастся показать свой результат, то вопроса о выходе в финал не будет. Это не оспаривается, так скажем. 50 секунд всегда даст возможность. Мне кажется, что, наверное, чуть даже можно помедленнее. Да. Ну, не знаю, кто знает. С другой стороны, вот такая жёсткая формула может действительно заставить бежать значительно быстрее. Ну да, тут попадание в эти двойку по времени, оно очень такое скользкое. Ну, давайте поболеем. Пятое место Анастасия Копочинская заняла на Олимпиаде на этой дистанции. Собственно, в прошлом году она начала уже больше выступать именно на этой дистанции. Итак, стартовал первый полуфинал на 400 метров. Хорошо взяла старт Анастасия. Уильямс. Ну, я имею в виду перед ней. Ну, три спортсменки здесь ровно. Маншо, Уильямс и Копочинская. И неплохо очень Помпея из Гаяны. Пока Копочинская немножко проигрывает. Вот сейчас, в принципе, убеет. Всегда набегать на последней прямой. Мы будем надеяться, пока она третья. Очень здорово бежит и Маншо, и Уильямс. Да, пожалуй, не удастся. Но нужно бороться за результат. Видите, действительно, вы правы были. 49-88 у двух спортсменов, которые победили. Так что у Копочинской тоже будет высокий результат. Собственно, она бежала. Бежала, видимо. Надежда есть, большая. Может быть, она и попадет по времени. Ну что ж, ждем, ждем с нетерпением результат. Итак, Новлин Уильямс. 49-88. 49-89 Маншо. 50-30 у Анастасии Копочинской. Ну что ж, высокий результат. Высокий результат. Хочется надеяться, что он даст возможность выйти все-таки в финал. Но будем ждать с нетерпением остальных забегов. У Алиан Помпей из Гаяны 50-71. Это национальный рекорд. Джессика Бёрд, США 51-20. И Норма Гонзалес 51-91. Да, удивительно, какой быстрый оказался первый полуфинал. 49-63 личный рекорд у Уильямс. И вот 49-88. 49-83 у Маншо. 49-89 здесь. Как готовы, девушки? Ну, в принципе, если уж так брать, если говорить о своих результатах, их свои результаты выше, чем у Копочинской. Конечно, если бы Настя бы еще быстрее пробежала, то было бы больше уверенности. Конечно, это понятно. Ну что же, Сергей отправился на свидание с Копочинской. Если удастся тут ее перехватить рядом с МИК-зоной. Уильямс Смилл. 49-88, 49-89, 50-30. Ну вот, возьмем этот результат на заметку себе. И на старте второй полуфинальный забег. Да, тоже компания здесь очень сильная. Еще одна Уильямс из Ямайки. Шерика Уильямс, серебряный призер чемпионата. Это просить олимпийских игр. И чемпионка России Антонина Кривошапка. И также серебряный призер чемпионата мира 2007 Никола Сандерс. Они бегут по четвертой, пятой, шестой дорожке. Ну, вот вы видели тех, кто бежит по первой. Это Флосадия Буган из Нигерии. И Джойс Акари из Кении. Не так часто мы видим бегуней на 400 метров из Кении. У них пока результаты в этом году хуже 51 секунды. Деби Данн, Соединенные Штаты Америки, 50-66. И вот теперь три спортсменки, которые имеют результаты, личные рекорды из 50 секунд. Шерика Уильямс, 49-98 в этом, 49-69. И вот Антонина Кривошапка, чемпионка Европы в помещении, чемпионка России нынешнего года, 49-29 в полуфинале, 49-70 в финале. Спортсменка из Волгограда. Хорошо бежала в предварительном забеге. Так, в общем-то, есть и запас. Так что давайте пожелаем ей самого лучшего. Никола Сандерс. Серебро. На чемпионате мира в Осаке. Прошлый год оказался неудачным. Не сумела она пробиться в финал Олимпийских игр. В этом году выступает лучше. Но пока, видите, в активе-то в этом сезоне только 51-21. И как мы видели в предыдущий полуфинал, нужно бежать гораздо быстрее, чтобы попасть в финал. Сумеет ли она это сделать? Мы с вами это увидим. Француженка Десорт Морелье. И Амбет Бакетям из Сенегала. Чемпионка мира 2001-го еще года. Но продолжает выступать. Выступает неплохо. 50-71 в этом году. Вот, говоря о Кривошапке, любой из ее двух результатов дает право выступать здесь в финале. В противном случае придется сильно напрягаться и ждать. И так пока попадает у нас финал Копачинская до этих забегов. А помню 50-30 ее результат. Так, стартовал второй полуфинал. В пятая дорожка Антонина Кривошапки. Часто она очень быстро начинает. Но вот уже в забеге она выбрала более правильную тактику. Более мягкую. И, по-моему, и сейчас она бежит спокойно, оставляя силы на финиш. Вот даже она проигрывала Николу Сандерс. Но сейчас начинает набирать ход. И пока даже выигрывает у Шеррики Уильямс. И вот как раз бросилась погоня за Николой Сандерс. И сейчас первый выйдет в финишную прямую. По-моему, все-таки Антонина Кривошапка. Да, но и набегает на вленье Уильямс. Ну что ж, все решится на финише. Уильямс сейчас впереди. Антонина подустала. Вот очень хорошо там бежит Дан. Но все-таки вторая, вторая Кривошапка. И чисто выходит 49-50. Вот здорово. Уильямс личный рекорд. Но и хорошо, естественно, и пробежала. И, конечно, Кривошапка. Так что так же из 50 секунд. Ну что ж, чемпионка России достойно выступила в полуфинале. Вышла в финал чемпионата мира. И, конечно, ждем, ждем с нетерпением ее результат, каков он будет. Ну что ж, порадовала здесь Антонина. Просто-таки очень грамотно, спокойно. Ровно начала. Достала Сандерс. И когда на финишной прямой уже все решалось. И казалось, был момент, что вот-вот она, может быть, третьей. Все-таки сумела сохранить силы и стала второй. 49-51. Таков результат у победителя этого забега. Но Сандерс уступила. Мне кажется, что у нее будет похуже результат, чем у Капачинской. У кого? А, у Сандерса. Да, Сандер, кстати говоря, четвертый финишер. Я имею в виду как раз Сандерс. Да, да, да. Вполне, вполне возможно. Итак, 49-51 у Ильямс. Кривошапка 49-67. Свой второй результат. У Деби Дан 49-95. И 50-45 у Сандерса. Итак, у Капачинской пока второй. Второй результат. И все сейчас будет зависеть уже от третьего забега. Судьба Анастасии. Этого забега. Да, но результат... Еще не скоро. Почти. Сложили такой кубик Рубика. Ну, как вы сами понимаете, все наши рассуждения не более, чем плод воспаленного воображения ваших комментаторов. На то спорт он и есть. Спорт... Он как Дан рубежала. Да? Да, блестяще. Ничего не скажешь. 50 секунд. А какой результат у Тривошапки получился? Я даже у меня так из головы... 49-67. Ну, вот. Ее второй результат. 49-70. Даже средний у своих двух лучших результатов будет в финале. Так оно, в общем, и есть. Ну, иногда даже ваши комментаторы говорят, что это веселое настроение у Сани Ричардс. Второй раз бежит она с Афурогу. Почему вот, когда мы говорили перед началом забега, я думаю, что вряд ли нужно бежать, может быть, из 50 секунд, потому что у меня все-таки в голове были полуфиналы Пекина. Там в первом Ахурогу 50-14 пробежало, во втором Ричардс 49-91 из 50. И Капачинская, кстати, в полуфинале Олимпиады 50-30. Такой же результат, но была второй. А третий полуфинал Гущина выиграла вообще 50-48. Понимаете? Насколько выше сейчас результаты на чемпионате мира в этом году по сравнению с Олимпиадой. Просто-таки удивительное. Две спортсменки из 50 секунд в первом забеге. Три спортсменки из 50 секунд. И намного из 50 секунд. Все-таки 49-51. Это очень здорово. И вот третий полуфинал. Ну, если так будут бежать и в этом забеге, то что говорить? Ну, Людмиле Литвинова, вы видите, серебряный призер эстафете 4 по 400 метров. И то же самое покажет свой результат. Конечно. Бежит шанс бежать в финале. 50-27 у Литвиновой рекорд. Напомню, что Саня Ричардс не участвовала на чемпионате мира 2007. Никаких наград. Ну, я имею в виду эстафете есть награды. И олимпийских игр, и чемпионата мира. Но личных. Личных нет. Ну, а по восьмой дорожке, вы видите, Зорина Новачупу из Германии получает приветствие публике. 51-53, ее личный рекорд. Не просто будет ей, конечно, пробиться, но хорошая возможность побороться за место, за результат. Сорина Новачуку. О, Хохурок готовится так. А вот там. Нарвет и мечет. На четвертой дорожке. Итак. Саня Ричардс, третья. Кристина Хурогу, четвертая. Либания Гринот. Италия, пятая. Людмила Литвинова, шестая дорожка. Третий полуфинал на 400 метров. Ох, как здорово Ричардс начала. Не слишком ли быстро? Иногда подводит ее такое быстрое начало. Хотя последнее время на Золотой Лиге очень спокойно, ну, я имею в виду, относительно спокойно, ровно раскладывалось силой. Видите, она почти догнала. Догнала Хурогу. И вот явно она лидирует. И Литвинова, кстати говоря, очень и очень хорошо бежит. Конечно, там Форов. Все-таки первый-то выйдет на первое место. И Литвинова бежит второй пока. Надо вот сработать финиш. Начинает набегать, к сожалению, на Хурогу. И все-таки выходит. Но Литвинова надо бороться. Надо бороться до конца. Бороться за результат. А вот какой результат у победительницы. Вы видите, такое впечатление, что Капачинская выходит все-таки в финал. Из этого полуфинала никто. Кроме первой двойки. Да. Не попадает в финал. Двойка была принято, в общем, заранее. Финал не попадет. Ну, вот довольно неожиданно. Ну, с другой стороны, для Ричерс. Зачем тратить лишние силы. 50-20 пробежал. И слава богу. Она же теперь понимает. Она же понимает, какая будет схватка в финале завтра. Ну, как вы считаете, вот мы видели сейчас в полуфинале Бека Хурогу. Бег ли это чемпионки мира 2009? Ну, запас, конечно, есть. Не в полную силу, но... Нет, но думаю, что это будет не очень сложно. Не очень легко. Да, да. Думаю, что нет. 50-35. 50. Вот результаты третьего забега. Да, ну, тут все ясно. 50-35. Все, Литвина, к сожалению... Ну, что ж, значит, можно подвести итоги, что две россиянки побегут в финале чемпионата мира. Это Антонина Кривошапка и Анастасия Капачинская. Вот уже мы подтвердили, получили официальное подтверждение. Две спортсменки повременно здесь выходят. И вот вы их, это как раз сейчас можете хорошо видеть. Ну, а чемпионки мира 2007, олимпийские чемпионки, предварительный результат самый худший 50-35. Ну, не повернется ли это в финале в обратную сторону, как вы думаете?